Всем привет! Что за Муравейник? Студия нашей компании, МСФ. Прости, дорогой, с землям выступает! Андрей Буйлов, дорогие, давай-давай-давай-давай-давай-давай! Угня, аплодисменты! Молодцы, спасибо! Дорогие, Галюни, как уже сказал Маэль, меня зовут Андрей Буйлов, я из Уфы, студия Муравейник. Мы занимаемся клиентским СЕЛ, мы занимаемся по 14 лет. Большая часть, не только вы понимали, поможет ли вам наш опыт, но расскажу пару вопросов. На данный момент более 600 продвинутых сайтов в нашем, так вот, за открытым, как Колью открытым несколько месяцев, 14 лет опыта. На данный момент порядка чуть больше 100 проектов на постоянном подтверждении. Ну, это порядка 10 проектов, как их три пара. Скажи, пожалуйста, кто занимается клиентским СЕЛ? То есть, микрофон поближе? Да. Клиентским СЕЛ или кто работает в компании? Ага. Окей. Сегодня я буду рассказывать о том, как нам, как нам, работая с клиентами, работать с ними дольше. Ну, то есть, понятно, что такая, ну, немного неудобная тема, что клиенты, ну, все как раз рано или поздно уходят. И об этом не принято говорить. Обычно, когда, ну, в клиентах все рассказывают, как хорошо делать качество, это, безусловно, ну, в первую очередь, нужно делать клиент на качестве, на 3-м качестве в круге. Но рано или поздно клиенты уходят, и уходят часто по причинам наших, ну, ошибок как в самом протяжении, так и ошибок в общении с клиентом. То есть, им кто-то не нравится не в результате, а в том, как мы это делаем. И как мы с ними общаемся. Начну с того, как нужно ли нам пролонгировать, скажем так, наши отношения с клиентами, может быть, ушел, ушел. Буквально быстрее по продвижению. Во-первых, это эффективнее, лучше результаты клиента, дешевле, вы не тратите время и деньги на плюс к другим клиентам, а проще вы нуждаете и бизнес, и выгоднее для вас. Вы больше зарабатываете, ну, понятно, что первый месяц – это самая затратка для вас, для всего компании. И прибыль на cross-sale, то есть клиенты, которые доверяют нам поводу ICO-услуги, они у нас заказывают в этом контексте с номерой тайны. Когда и почему уходит клиент? Мы сделали некоторые срезы за несколько лет по нашим клиентам, когда же все-таки отваливают. Это в конце первого месяца, 3-4 месяца, 6-12 месяца и от года и дальше. Про каждый из этих периодов подробно. Почему уходит в конце первого месяца? Во-первых, не нравится мне устраивать данную работу, которую мы делаем в течение двух месяцев. А второе – не нравится скорость работы, с которой мы делаем каждый из видов работ и всю эту работу в целом. Ну, и не нравится результат. Наверное, что многие клиенты, а если с ними не проведена предварительная работа, у них есть некоторое избыточное ожидание, что СЕЛ у них выстрелит в конце первого месяца и будет существенная отдача. А второй период – это 3-4 месяц. Скорость уже не так важна, потому что клиенты, у которых были претензии к нам по скорости, они уже отвалились к этому моменту. А по объему работы также остаются и также остается такой результат. Шестой-двенадцатый. Здесь ситуация меняется, то есть те клиенты, которым не устраивало то, что мы делаем, уже ушли. И к этому периоду остаются клиенты, ну, скажем так, останутся, а теперь уходят. Клиенты, которые, во-первых, не готовы меняться, а нам нужно, чтобы их дальше пробегать. То есть мы дали им какой-то рост, но чтобы расти дальше, им нужно делать существенные вложения в сайт, существенные изменения на сайте и как делятся свои стороны. Если они не готовы, то есть мы говорим, а нам это надо, без этого не будете расти, и они часто уходят искать лучшей жизни и любого подрядчика, который скажет, нет, сидите, не делайте, у вас как-то стыд, так-так-так будет расти. И второй вид клиентов, которые в этот период уходят, это клиенты, которым нужно то же самое ускорение, которое мы им дали на старт. Это пример одного из наших клиентов. Вот красная, так, лаза у меня работает. Красная стрелочка – это старт продвижения. Через полгода мы дали ему удвоение результатов предыдущего сезона. Это сильный сезонный бизнес, но это по крайней мере видно. Это обувь. Обувь предыдущего сезона. И у них весна малая сезонная, в цехе сезонная – осень. И вот от осени к осени мы сделали удвоение, клиент… Что здесь сказал клиент? Ничего не сказал. Сказал, окей, классно, доработаем дальше. Дальше не сезон, ну, то есть он тоже прошел лучше, чем предыдущий, а не сезон. И мы пришли к следующему сезону, то есть прошел год. Год с нами клиент работал, все в порядке было. Следующий сезон, клиент говорит, ну как так? Мы там, ну, посчитали следующий сезон, и он вырос там, ну, по всему сезону, порядка 15%. Мы сказали, как так? Вы расслабились. Кто слышал от клиента какой-то раз? Вначале вы работаете, а потом расслабили. Но на самом деле это боль. Когда вы работаете по-часному, добавляете клиентный результат, он говорит, что-то не так. Ну и, собственно, да, он работал уже с нами 3-4 месяца и ушел. И от года и дольше. Как правило, здесь проблем с вашей стороны, ну, допустим, с нашей стороны практически нет. И в этот период клиента уходит, как правило, по внутренним причинам, у них меняется маркетолог и тащит за собой своего всего подрядчика. Увязается клиентный бюджет, меняется фруктуру рынка и внешний условий, который не успевает подстроиться, и не растет отдача. Ну, то есть часто бывает такое, что мы растим, растим, растим отдачу, и рано или поздно наступает плата. Плата обычно получается пробить, но не очень быстро, как правило. Ну, и не все клиенты бюджетают. Теперь чуть больше, ну, то есть я обозначил проблемы, теперь чуть больше о том, как ну, как мы это решаем у себя в студии, и как я рекомендую их решать вам. А, мне нужна такая еще одна технология клиентов. Подъединиться в сотрудничестве. Первая – это категория, как я ее условно называю, клиентов без вопросов, которые работают с нами и вообще не задают вопросов. То есть они могут тебя оплачивать и считать. Да, единственная проблема с этим клиентом, но им непонятно. Они уйдут, уйдут, не уйдут. Ну, точнее, уйдут быстро и будут додавить с нами работу. Вторая категория – это требовательные также, как были в ней. И условно, как я их называю, адские требователи. Первая категория – без вопросов. Ну, это такие ангелы, которые спустились к нам с небес, чтобы порадовать наши суровые селочные буни. Все здорово, кажется, что можно просто спокойно делать свою работу, давать им отдачу, давать качество, и все будет отлично, они будут с нами всегда работать. Ну, нельзя определить первую и вторую категорию – это клиент. То есть они могут так же молча просто перестать оплачивать счета, узнаете об этом, когда им позвоните, они скажут, ну, ну, теперь так же молча мы ее будем обратить. Значит, кроме просто качественной работы, нужно делать для этих клиентов что-то еще. То есть как-то по-особому с ними общаться, как-то по-особому, ну, что-то еще делать. Итак, что же делать? Активно расспрашивать клиента про отдачу и как-то, ну, как-то корректировать свою стратегию в зависимости от этого. Рекомендовать подключать колл-трейтинг, опять же, чтобы не только они у себя свежих отдач, но и вы на своей стороне могли это видеть. И, ну, как-то рассказывать клиенту про его же отдачу, когда он ее не до конца свежих. Показывать сравнительные отчеты было с НЛО по позициям, трагику и заявкам. Желательно делать отчет, поработать. Ну, список небольшой, потому что и клиент, собственно, не очень требует. Следующая категория требовательная. Вероятность, что они сорвутся выше, чем в предыдущей категории, поэтому можно делать еще больше. Так, продолжать расспрашивать про отдачу. Уже не рекомендовать и настаивать включение колл-трейтинга. Так же показывать сравнительные отчеты. Уже не желательно, а обязательно делать отчет по работам. Причем, чем детально, тем лучше. И желательно регулярное онлайн-общение лично с вами. Лично с вами я имею ввиду руководитель бизнеса, собственник бизнеса и так далее. А в нашей компании эту роль пополняю я и со всеми нашими, там, в ТОП плюс клиентами. Общаюсь лично я. Ну, не каждый день со всеми, но я постоянно с ними на связи. Да, я понимаю. То есть, если вы собственник бизнеса, если у вас много клиентов, у вас чисто физически нет на это времени. Прекрасно понимаю. И по телефону, естественно, мне тоже очень неудобно, ну, неудобно общаться. Постоянно очень уматывает. Поэтому, что мы делаем? Мы делаем общие чаты. Это общие чаты в мессенджерах, которые удобны нашим клиентам. В основном это скайп процентов 80. Ну, и все остальное, если кто-нибудь говорит, мне скайп вообще неудобен. Я постоянно в развездах, на объектах, на стройках, и вот мне в телефоне нормально. И тогда этот WhatsApp пойдет в контакт с Facebook. Что нам дают онлайн-чат? Первое, как говорил доктор Хаус, все рут. Причем рут как представители клиента. Ну, условно рут, они приукрашивают в свою сторону то, что происходит между вашей компанией и им. И точно так же ваши сотрудники что-то могут не договаривать. И в итоге как-то, в итоге вы не знаете реально, что происходит между вами и клиентом. Ну, какие отношения, ну, какие там нюансы. Второе, видны все нестыковки. Всегда рука на пульсе. Клиенты видят заботу и участие. И, так называемая, президентская схема. А, как знаете как, вот когда все видели, наверное, ну, президент нашей страны проводит совещание рабочее и дает поручение. или когда поручение какое-то выполняется плохо, опять же, по телевизору не показывается, как он, ну, там, отчитывает или как-то принимает отчет от министра, который за это отвечал. С точки зрения, ну, то есть это переразительно на нашу схему, то есть наше правительство это как подрядчик, ну, условно силу подрядчиков, а мы, ну, мы ему поручили нашему правительству что-то выполнять. И когда мы видим, что там происходит, ну, то есть если бы наше футаж было закрыто, и мы вообще не понимаем, ну, что и как делать. А то претензии к нему было бы, ну, несколько бы так, претензии есть, но претензий было бы несколько больше. А так мы видим, как это работает внутри. И вот применительно к онлайн-чатам клиент видит, как я, который поездит в компанию, ставлю задачи своим сотрудникам, видит, что, ну, что что-то происходит не только в конце очередного периода, например, в конце месяца, а он видит это в процессе. Ну, задачи поставлены. Если задачи сделаны достаточно качественные, я, безусловно, ну, не выношу этот чат полный раствор, но я могу в этом чате написать, ну, ты, ну, переделай, например, или поставь туда задачу, чтобы переделать. И клиенты видят эту изнанку и более лояльны, и они понимают, что если в процессе что-то пошло не так, это не компания косячит. Ну, точнее, не компания косячит, он к этому более лоялен, это не мешает продолжить ему сотрудничество. Он пишет мне, часто в этот чат, часто в личку, говорит, вот так и так, по имя косячили. Я говорю, окей, все, меняю. То есть меня, меняю представителя, меняю человека, который ему делает этот тип работы, он говорит, все, окей, работаем дальше. Минусы всей этой истории нужно выделять на это время, безусловно. И в личке ходят завалы. Вот эта история, ну, из моего скайпа, этот где-то, наверное, за полдня, ну, половина рабочего дня, выглядит мне так. Вот сейчас, сегодня я здесь, я отвечаю на скайпе щепком, очень медленно разгребаются эти штуки. Ну, где-то, ну, раза в два больше не накопилось, да, до последний день. И, ну, разгребается это, на самом деле, минут за двадцать. То есть, если там нет каких-то сложных вопросов, остаются там два-три сложных вопроса, которые уже нужно по телефону решать с ПТ. И следующая категория, так называемые адские требования сильные клиенты, чтобы они работали своими годами, нужно все делать, ну, кроме предыдущего, нужно все делать предельно четко, быстро результативно. Другой вопрос, что нужно ли вам это, и вам нужно понимать, ну, нужны ли вам адские клиенты и какой ценой. Ну, то есть, мы, как правило, работаем, если мы разгестируем клиента, как условно адские требователи, но мы на этапе начала сотрудничества, или, например, первый-второй месяц, клиент уже палится в адские требователи, и мы, ну, мы стараемся не работать, здесь, ну, там, бюджет недостаточный, не интересный, не очень интересный проект, потому что это очень хлопотный и очень затратный. Вот. Итак, что мы делаем? С ними активно расспрашиваем продачу, у нас ставим включение колтрейтинга, отчеты, отчет по работам, обязательное регулярное общение, уже нежелательно, обязательно. Быстрая реакция на просьбу задачи для них, это очень важно, и быстрое исполнение этих задач. При том, что реакция на просьбу задачи гораздо важнее, чем исполнение. То есть, если требовательный клиент поставил вам задачу, ну, там, вот пять минут назад, то желательно ему в течение хотя бы часа ее оценить по срокам, по стоимости. При этом, с самого реализации этой задачи вы делаете, ну, в рамках того процесса, как у вас это происходит, поэтому неплохо, если у вас отдельный сотрудник будет заниматься именно оценкой задачи. Таким образом, совмещаем условно-потоковую работу внутри и индивидуальный подход снаружи. То есть, индивидуальный подход, потоковый, потоковая работа внутри, это не значит, что мы для всех клиентов делаем все одинаково, но должна быть некоторая стандартизация, чтобы обеспечить качество. Успомненно, есть отдел аналитики, который ты делаешь индивидуально для каждого клиента. Вся внутренняя работа крайне желательно проводить в CRM-системе, как менеджер, опять же, для той же специализации. Ну, это вот фокус нашего бизнес-процесса и дидриса. Единственный нюанс, нельзя просто так идрить CRM-систему, придется подстраивать бизнес под CRM, мы за все время тут поработаем, мы перебрали пять CRM-систем, ну, и каждый раз у нас, кроме последних двух, у нас была некоторая иллюзия, что мы сейчас можем найти ту самую идеальную CRM-систему для CRM-менеджера, ну, и она решит все наши проблемы. Ну, так не получается. В итоге мы потеряли 24 и вот себя запилили, с ним работаем, но подстроившись ты. Следующая мысль – продажа SEO убивает LTV и убивает с работу с CRM. Когда комплект приходит не на SEO, и, дай бог бы, вы продаете холодную, вы клиенту создаете избыточное ожидание. Вы или ваш менеджер ему что-то обещает, вы ему не говорите про многие подводные камни, которые могут оттолкнуть от этого. Таким образом, немного вы повышаете конверсию на входе, но вы рубите себе обратно, то есть там два, три, четыре раза, с того клиента, которое мог работать своим клиентом. У клиента, как вы, избыточное ожидание сказали, и растет категория требовательности. То есть без опросов становятся требовательные, требовательные, таска требовательная, по-моему, таска требовательная, я не знаю, но лучше не знать. Ну, а единственное, что вам обязательно нужно... Продажный навык, почему? Потому что вам нужно продавать не на входе, то, что я сказал, то, что, ну, крайне желательно, но вам обязательно нужно продавать прокачку сайтов в процессе, потому что без, ну, то, что я раньше уже говорил, не будет, ну, не будет роста долга. То есть когда вы только в банке дойдете, если клиент не готов к этому, если не готов меняться, не готов в это впадывать в изменения, то дальше мы не пойдем. И таким образом клиенты хотят продолжать дружить, если вы делаете все это хорошо. Пару примеров, вот как вы думаете, что вот этот клиент там говорит, когда у нас прошло два месяца, его деленная черта — это переходы из списковых систем. Какие варианты? Так. На самом деле, да, большая часть клиентов сказали бы именно так. Ну, этот клиент, ну, с ним была проведена, ну, очень хороший клиент, порядка. И с ним проведена была работа прибавительная достаточно хорошо. Он на этом этапе, ну, на нас не сильно ругался. На третий месяц он получил первый рост. То есть на данный момент у него больше, чем удвоение трафика с поиском. Все в порядке. А по этому клиенту такие идеи. Ну, тоже довольно типичный вариант, когда сначала рост, а потом какое-то время плата. Да. Да, именно расслабились. Вот этот график по нему уже, разница в его обороте. То есть видим, что мы за, ну, там, меньше, чем за полгода дали ему плюс три миллиона к оборотам. А в его, ну, в его бизнесе это, ну, это отбивало ему вложения в SEO кратно. А вот это CPA по директу и по SEO мы ведем и то, и то. Ну, видим, что поначалу первые два месяца ему было все плохо, и многие клиенты бы ушли в этот период, потому что они показали, ну, он просто сливается в бюджет. Ну, здесь все в порядке. И клиент с нами остался, и высоко получает вкус в хорошем себе и заказывает SEO. Так, и я уже подводим итог. Работаем по слове, издаем результат. Идок и делаем, но умеем показать работу. Отсвеживаем, показываем отдачу. Делаем развернутые отчеты по работам и результатам. Скажетизируем внутренние процессы. А в серверной системе инструкция ЧПСК и делаем данный чат. Все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, ребята, подожди, подожди, подожди. Что у меня здесь просто… Специально мне организаторы дали такой вот девайс, который просто отключает нам, чтобы не произошло вчерашнего маленького момента. И давайте еще раз аплодисменты. Андрей. Андрюха, ты молодец. Да? Понравилось? Никуда не уходим. Давайте немножко скопимся в вопросе. Андрей, Андрей. Андрей, Андрей. Андрей, Андрей, Андрей. Так, все. Добрый день. Спасибо за доклад. Меня зовут Орик Тей, компания «Автоксмедиа». Андрей, скажите, а сколько у вас сейчас активных клиентов в компании? По силам чуть больше 100. Я просто слушал вашу схему про онлайн-чат со всеми клиентами. Я вот для себя думаю, я тоже руководитель, если включаться, попасть в чат со всеми клиентами, то где будет время на руководство компании? И что случится в том случае, если вы заболеете, захотите в отпуск, компания уже завалится, вот эти клиенты не завалятся, если все получается завязано на руководителя бизнеса. А, а, спасибо. На самом деле, во-первых, это занимает не так много времени. Ну, то, что я рассказал, разгребание целого дня, ну, то есть, кроме, ну, кроме каких-то сложных вопросов, которые в процессе этого разгребания вывезли, это минут 20-30 дней. Ну, то есть, если ты без денег не участвовал. Если участвует, то, соответственно, надо размазываться по всему дню. Второе – это в этих чатах не только я. Это чаты общие, это чаты общие с представителями клиентов, практически со всеми. Ну, то есть, там все есть, как бы, водитель клиента, либо там IT-директор. Ну, и мы сейчас, как и так далее. А в этом чате обязательно аккаунт-менеджер от моей компании. То есть, если я вот уехал сюда, понятно, что я отвечаю на сообщение довольно периодически, то мой аккаунт-менеджер на эти вопросы все отвечает. Он говорит, что, ну, если этот вопрос лично ко мне в этом чате, он мне его передает в личку, ну, чтобы я на него быстрее адресил клиент, говорит, смотри, сейчас в Казани, он будет в Миндере все ответить. Ну, и в этом же части часто мои специалисты, ну, то есть, если есть сложный вопрос, особенно часто вопросы возникают по копирайтингу. Ну, то есть, клиенты говорят, что мы написали, мне не очень нравится из текста. Мы туда включаем руководитель отделка копирайтинга, он разруливает быстрый вопрос, мы его оттуда включаем. Мы иногда оставляем, если большой объем контента. Спасибо. Вопросы? Давайте. Андрюха Мунову. Ну, поаплодируем, друзья. Ну, или есть вопрос еще? Здравствуйте. Сейчас специалист. Спасибо за доклад. Вопрос. 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 Вы сказали, что если продавать, получаем низкое ЛТВ. А что делать, чтобы как приводить клиентов, если не продавать? Как это делаем мы? А когда приходит клиент и говорит, вот, мне нужно СЕРУ такую, я ему рассказывал, что СЕРУ – это такая плохая штука, которая, ну, на самом деле, вы будете ждать ее отдачи, ну, там, какое-то количество месяцев. А когда вы получите эту отдачу, мы будем ее мерить, как-то перестировать страты, и говорит, ну, не факт, что оно быстро и так и поможет. Ну, в общем, все свободные камни СЕРУ я ему вываливаю лучше на рельбу, чтобы он был готов. А с другой стороны, на проекте с этим я рассказывал клиенту, как это происходит у нас. То есть я говорю, что у нас какого типа проекта, как у вас, было столько-то штук. Из них, ну, ну, там, не знаю, 20, например, из этих 20 проектов у нас выстрелило так, что вот, там, вот, к концу второго месяца стали паться полностью в положение, все у меня стало чисто разрабатывать. Ну, например, там, 60%. А там, через полгода, ну, там, 95%, например. И есть 5%, которые через полгода не выстают. Ну, и клиент понимает риск. То есть мы понимаем, что у него есть, ну, порядка 50%, которые, ну, скорее всего, не выстают. С одной стороны, это да, мы формируем ожидания, но мы, ну, не обещаем, мы не только, ну, реально все это не можем обещать. Ну, то есть обещать, что будет столько, там, на первом месте через месяц, два или три. Но мы можем докладывать карту вот как есть. И это не одно, ну, то есть мы пробовали и так, и так, у нас бывает дел продаж, то есть мы 14 лет работаем, и, ну, у нас в УФС просто на СЕУ не было. Ну, реально, то есть мы продавали, мы в холодную продавали, у нас бывает дел продаж, который, что же у нас за зефон? Ну, а я заходил на вопрос. Ну, в общем, то есть сейчас мы от этого отошли, и, ну, все понятно. То есть мы пробовали и в холодную продавать, и, ну, мы можем уже обещать и не обещать, разница не сильно большая. Давайте поблагодарим Андрею Лубову. Аплодисменты.